Дача купца Головкина встречает первых посетителей. Для гостей ворота загородного дома открыты в среду, пятницу и субботу. Но развитие территории продолжается. На склоне к Волге продолжается благоустройство. Ведется обустройство спуска к прибрежной зоне. Его должны закончить к концу октября. Как сделать объект еще более привлекательным для туристов, обсуждали на выездном совещании. В нем приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, руководители Самарского политеха, региональных министерств и городских департаментов, а также представители культурного сообщества города. Обсуждали и преображение прилегающей к даче территории. Будут разрабатывать проект, который предусмотрят тротуары, подъезды для туристических автобусов и парковку. Мы должны комплексно подойти к этой территории и дорожной сети, и прогулочной сети, и что-то сделать интересное для людей. Повысят транспортную доступность дачи и вводом нового маршрута, который соединит Куйбышевский район города и корпуса политехнического университета непосредственно с культурным объектом. Сейчас городской департамент транспорта занимается необходимыми документами. Мы разработали новый маршрут, который пойдет из 116, Болгарь, площадь Революции и так далее, по Новосадову непосредственно сюда. То есть на нем будет работать 15 автобусов среднего класса, это близкопольные автобусы, 76 мест. Соответственно, мы этот маршрут полностью просчитали. Продумают и соглашение с органами ЗАГС. В Куйбышеве дача со слонами традиционно была объектом для свадебных фотографий. Теперь при обсуждении церемоний молодоженам будут предлагать посетить данную территорию для красивых снимков памятного дня. Активно будут заниматься наполнением дачи творческими смыслами. В здании есть место для проведения разнообразных выставок, а уличная территория может стать центром проведения мастер-классов, пленейров и небольших культурных и научных фестивалей. Дача со слонами открылась, но на этом мы точку не ставим. Она будет продолжать развиваться, она будет наполняться все новыми-новыми смыслами. Я рассчитываю на то, что наши неравнодушные жители, которых, правда, очень немало, предложат какие-то и свои идеи, мысли. И всем к ним мы, конечно же, открыты и будем очень-очень рады, если что-то интересное, необычное, оригинальное люди нам дополнительно предложат. Подготовкой проекта займется Самарский политех, а курировать всю координацию с ластями по поручению главы региона будет временно исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Вячеслав Романов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.